Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я стал президентом некоторых дилерситов, также лейтинговая компания, финансовая компания, полипар, мейтинговая компания. Я это делал за шесть лет, и затем я стал президентом в компании, который был крупным рейтингом автомобилей. И я отвечал за два бренда, Volvo и Land Rover. И в 2007 году я закончил корпоративную карьеру и стал руководителем общественной организации, которую я вам больше расскажу. И СИГМЮЩИя означает связь бизнеса и рабочего места с Христом. И цель нашей организации — достигнуть евангелих наших сотрудников, которые не являются христианами. Поэтому это миссионерская организация. Мы обучаем сотрудников и бизнесменам, чтобы они достигали своих неверующих коллег. Кстати, в Украине есть такая организация. Они здесь в Москве, в Львове, в Чернобиле, в Донецке. В 5 городах уже есть. В данный момент я являюсь президентом Европаркнера. Европаркнера — это представительство этой организации в Европе. Наша мечта и мечта — это чтобы все бизнесмены и сотрудники приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. И чтобы все бизнесмены представляют Иисуса Христа, как они работают, как они ведут себя и как они разговаривают. Чтобы все благословили Бога. Если вы хотите узнать больше об этом, мы имеем в сайте европаркнерс.орг. Наша основная цель — это мобилизировать христианство людей, которые занимаются бизнесом, чтобы они стали послами Христа на своих рабочих местах. Прежде чем мы перейдем к теме, я бы хотела узнать, кто из вас на самом деле занимается бизнесом. Кто именно владелец бизнеса? 1, 2, 3, 4, 5, 6. И кто из вас на самом деле работает и работает в работе? Ну как сотрудник в работе какой-то компании? И кто здесь как вы представитель, как служитель? Мы можем говорить в бизнес-фокусе. Окей, сегодня, что мы будем обсуждать на первой сессии, мы будем рассмотреть бизнес с точки зрения библейской и духовной. Мы будем рассмотреть на цель бизнеса экономики. Я буду поговорить с вами о том, что разница между христианом и не христианом. И когда вы в бизнесе, и вы в бизнесе, вы задаете вопрос, кто в самом деле владелец этого бизнеса? И в этом случае я думаю, что вы получаете хорошую картину, которую нам предлагают в Библии. И maybe good for us to look at the goal of business. And the goal of economy. And one of our former speakers who spoke at the plan of recession, he referred to the parable of Jesus about the sheep and the goats. You know this parable, I think. That when we enter into heaven, we have to give an account of our life. And the Lord will ask you some questions. And he will ask you, when I was, when I don't have clothes, where were you? And go to. When I was hungry, when they could feed me. When I was in prison, when they could give me a drink. When I was in prison, when they could feed me. And then probably you will say, but Lord, when they could see you hungry, thirsty, in prison, but not healthy, and without clothes. And the Lord will answer, everyone who you saw in this world was me. And when you reject those people, you reject me. And I will reject you. And when you took care of those people, you took care of me. And I will take care of you. And that's about the final verdict, the final judgment. And in my childhood, I always thought this was about charity. It's about giving money away. Now the offering is coming, you put some money in, and the church will take care of the orphans, like the speaker was saying, and the poor and the widows, et cetera. But over time, I understand this is not a very good approach. If we look at nations and poverty in general, then there is no nation that grows that fast out of poverty than, for example, China. And they didn't do it by charitable work. And they did do it by charitable work. They built a healthy economy. They gave people jobs. That they can work for an income. And in that way, they can give themselves food, drinks, drugs, et cetera. And they built hospitals. And they took care of their people. I believe the most effective fulfillment of this task we all have in this world is by building healthy economies with a lot of chances and opportunities for people to work and apply themselves. It's by building healthy economies with a lot of chances and opportunities for people to work and apply themselves. And I think businesses are the base of these economies. And I think business is the basis of this economy. Because in business, you give people a job. Because in business, you give people a job. You give people an income. And that you give them freedom. You give them relationships. You give them relationships. So work and business create a lot of well-being. And for me, that is the goal of a healthy economy and a business. It's also in Deuteronomian 8, when the people of Israel entered into the Promised Land. That the Lord was saying, I think verse 18, that the Lord was saying, I will enable you to create wealth. So that people can flourish in this Promised Land. So I think economy is not about building richness. It's about building wealth. And wealth you can not only define in money, financial wealth. So, economy is not about making people rich, or about richness. It's about creating wealth. Not only financial wealth. But also social wealth and spiritual wealth. And how an economy can create financial wealth, we all know. And that is important too. Because you want to take care of your family. You can be generous and give away to the poor people. You can make savings for bad times, and that is necessary, because they will come. You can invest money in new innovations and new technologies to add value to society and to other people. So creating financial wealth is important. But we also call to create social wealth. And in a healthy economy, people can employ themselves, can develop themselves, can take care of themselves, can take care of the neighbors. We can have good education, we can have a good healthcare system, we can build a good infrastructure, and in investing in the social wealth and for the common good everyone benefits. It also creates spiritual wealth. Because when we are doing well and doing good, when we are doing well, we will glorify God. And when we start doing good, the people will glorify God. So you see that building businesses and economy is a spiritual task. But there is also a lot going wrong. But let us first define the spiritual task that we have here as people. Because that is important that you keep this in your mind. Now what spiritual powers are there in economy and in business? Because not everything is going good. And there are spiritual powers in economy and business who distract us and point us in a wrong direction. And I think throughout the Bible you see two cultures or two cities or two civilizations. And I think that is the culture of Babylon. Or the culture of man who think he is God and he can organize it all himself. And the culture of Jerusalem. Or the culture of God. Or the culture of God. Or the culture of God. And you see he come to a summit or a high point to a fulfillment in Revelation. And the culture of Babylon is in Revelation described as the city of Babylon in Revelation 1890. And the spirit of Babylon is in Revelation 1890. And the spirit of power behind this culture is called the great prosecutor of Babylon. The spirit of power behind that culture. The politics of Behind this culture, the power behind that culture is that the politicality of this culture is that 512 people who talk about. Она одевается в ценную одежду, носит драгоценности, она очень богата, выглядит очень красиво, и она говорит о себе, я королева, и она говорит о себе, я королева, и жизнь хорошая, и я партирую, и никто не может праздновать всю свою жизнь, и никто не может ничего забрать у меня или повречить мне. И мы видим это в многих культурах. И первое, что я вижу, и что очень грустно, кстати, что многие христиане думают, что здесь, на самом деле, Царство Божное. Они хотят быть частью этой культуры. Они хотят быть богатыми. Они хотят одеваться в богатство. Они хотят быть частью этой культуры, экономики и демонстрировать, и хвастаться, чего они достигли, как богато они живут. И многие из вас смотрят на запад, в Америку или в Китай, и смотрят на богатых людей и думают, я хочу быть как они. И почему это называется блудница, что каждый хочет взаимодействовать с ней. И стать частью этой культуры. И Господь говорит, но эта культура эта сила прекратится за час. И все будут говорить, как же этот красивый город, он ушел. И тогда у нас есть город Иерусалим, в Откровении 21-22. Духовная сила, которая стоит за этим городом, это сам Господь. И Он не хвастает для себя. Он не разодевается в прекрасной одежде. Он натирает людей, которые живут в этом городе. И эти одежды светятся не из-за своей красоты. Но Господь не надевает себя в драгоценные камни. Он надевает город в драгоценные камни. Он не заявляет о себе прямо, что Он Бог, а Он становится человеком. И мы замечаем разницу в подходе, в отношении, в поведении. И, как христиане, мы хотим олицетворять эту вторую культуру, новую культуру Нового Иерусалима. Это наш цель и наш призвание в жизнь. Служить людям. Служить людям. Сделать цену людям. Сделать ценность в их жизни. Заботиться об обществе и общем благе. И одевать их в драгоценные камни и красивое дерево. И мы также замечаем еще одну вещь. Мы видим, что Господь надевает основание города в драгоценные камни. И вы скажете, что это не имеет смысла. Потому что вы все знаете, что основание внизу мы его не видим. Эти драгоценные камни, это качество характера, которое внутри нас. И мы работаем на это. И когда мы посмотрим на начало этих двух городов. И когда мы посмотрим на начало этих двух городов. Then we see that the city of Babylon is established by Nimrod. And Nimrod was a great hunter. And the first one who used power to submit people and build civilizations. And we see a whole list of people. He was the son of days and he was the son of death in Genesis 10. And suddenly Nimrod is taking out and they are telling more about that. Because something was special to him. He made a shift in culture that was that important that it had consequences for the future. Imagine people living in their times. They live as small nomads, tribes or small families. Представьте культуру того времени. Они жили по семьям или, можно сказать, в племенам, в каком-то месте. And creating wealth was about taking care of. И когда мы говорили о создании богатства в то время, это значит заботиться о чем-то. They took care of the flock, of the sheep and the cows too. And they did it very well because they know that would yield the upbringing. Like wool, milk or whatever. They took care of the soil, they plug it, they fertilize it, and then they put grain in and then it grows and multiplies. So the earning model was adding value to something, and then it grows, and then we all grow. Nimrod had a different earning model. He was a hunter. He kills, he takes, and nothing left. And today we see two kinds of companies in society. Companies only talking about competition, market share, taking, bring someone down, and then grow. And we see companies taking care of innovation, new technology, adding value to society, adding value to the customer, and by that way grow and make a living. We see also that in the ancient culture well-being was defined as when the family or the tribe or the, they are doing well as a community, then everyone prosper and they call it well-being. And you see Nimrod, he is conquering, submitting people, building great cities and saying, I am your ruler, I am king, and when life is good for me, life is good for everyone. The same way you see Genesis Ella where the people starting to build a tower as a monument for themselves to make a name for themselves. And for the future. You see it, those two cities, those two cities, those two cities, and the ones who are building the treasure. And now in the days we see companies who try to benefit from the common good. And now in the days we see companies who try to benefit from the common good. And we see business owners and entrepreneurs who like to build a monument for themselves and a name for themselves and for the future. И видим также предпринимателей и бизнесы, которые хотят себе памятник поставить, поставить себя. И в этих двух разных городах, разных культурах, мы видим духовные силы за ними. Например, Великая Бедница Павленовская. Но также за деньги и за грехом, за грехом, за грехом. За завистью, за деньгами также есть духовная сила. Библия называет этот силой «мамон». И Иисус очень четко говорит об этом. Он не отрицает деньги или говорит, что деньги – это плохо. Потому что деньги – это только средство к чему-то. И когда у вас есть биллиант, это вообще ничего. Если у вас есть деньги, то ватт – это просто бумага. Но это есть какое-то значение в этом, если ты можешь купить что-то деньги. Но если ты начнешь надеяться на деньги, ты начнешь соревноваться с Богом. Если ты начнешь поклоняться деньгами, ты снова начнешь соревноваться с Богом. И за деньгами также есть духовная сила, которая называется «мамона». И Иисус говорит о том, что в Матвейе 5 и Лук 16. И Матвейе 5, и Лук 16. Матвей 6, и Лук 16. И вы должны сделать выбор. Какое время осталось? Хорошо. Давайте идти к последнему вопросу, я бы хотел бы им обновленность, и потом вы можете задать все разные вопросы. Потому что это тоже важно, чтобы понимать, что духовная сила, которая стоит за деньгами, бизнесом. И это вопрос о владении. Многие владельцы бизнеса думают, ну как владелец бизнеса, я же им владею. Или когда у меня есть деньги, я владею деньгами. Конечно мне нужно быть хорошим поступком. И я хочу тратить эти деньги в соответствии с христианскими ценностями. Но я смотрю на это и отношусь к этому как к моему личному платению. И я думаю, что это плохая позиция, которую вы выбрали сегодня. Потому что Господь говорит, что все, что на этой земле принадлежит мне. Например, в Псалме 23. Есть такой стих, земля Господня и все, что на ней. И в Хакайе 2, verse 8, God is even saying, even the silver and the gold is mine. И также, по-моему, в Агейе говорится, даже золото и серебро мое. И в Old Testament, и в Левитикус, the Lord is saying, all the land is mine. А в книге Левиты, в Ветхом Завете, говорится, вся земля моя. И в Псалме 49-ом говорится, все животные и все стада мои. И в Новом Завете, Павел говорит, вы не принадлежите себе. Вы куплены дорогой ценой. Поэтому прославляйте Бога своими делами. И сам Исус говорит, если вы не посвящаете все мне, вы не можете быть Моими учениками. Поэтому наши деньги и наш бизнес не наши. Они принадлежат Богу. И как это изменит видение и перспективу управления? Я думаю, чтобы понимать, что все принадлежит или исходит от Бога, это очень большое облегчение. Потому что если это от Бога, Он об этом позаботится. Он хочет участвовать в этом, заботиться об этом. И это очень большое облегчение. И это очень большое облегчение. И снимает такой груст в речи. Также это изменило мои молитвы. В прошлом я молился так. Дорогой Господь. Пожалуйста, благослови меня. Благослови мои деньги. Мои инвестиции. Мою компанию. Но если все принадлежит Богу. Ты молишься в деньгах. Ты спрашиваешь Господь, что же ты хочешь со своей компанией делать? А со своими деньгами что бы ты сегодня хотел делать? Пожалуйста, помоги мне те вызовы, которые у меня есть сегодня. И Господь хочет участвовать в этом. Поэтому мы можем просить о мудрости. Он хочет быть участником и партнером в этом. Но это последняя фраза. И тогда мы перейдем к обсуждению. Когда мы говорим, где участие и участь Бога, где моя роль. И для этого я бы хотел сослаться на Псаде 26, 1 и 2. В котором говорится, если Господь не благословляет, напрасно трудятся строители. Если Господь не благословляет, напрасно трудятся строители. И что мы делаем? И что мы делаем? Просыпаемся рано утром. Ты ложишься поздно спать. Ты мучаешься из-за маленького кусочка хлеба. Ты мучаешься из-за маленького кусочка хлеба. почему мы делаем то, что мы делаем, как мы это делаем, время и усилия, которые мы предлагаем для этого. И Господь бы хотел взять ответственность за результаты, за результаты. И я думаю, если начать жить и вести себя таким образом, это освобождает от очень большого количества волнений, беспокойств, а результатов. И в бизнесе мы все равно можем быть работящими, трудолюбивыми. Но в этом уже будет присутствовать такой элемент в свободе, делать это в свободе. Потому что, ты знаешь, не все от тебя зависит. Ты не тот человек, который делает разницу. Есть какая-то свободная, которую ты можешь верить в Бог, и пойти в Сливы и сказать, «Господь, я делаю свою часть, пожалуйста, сделай свою часть». Хорошо, давайте перейдем к обсуждению, потому что я могу об этом часами говорить, но хочется услышать ваше мнение, и может даже глубже где-то пойти в каких-то местах. Я думаю, я немножко заложил таких вызовов для вас, чтобы получить вашу обратную связь и послушать, что вы думаете. Пишу, давай. Можно спросить, а если человек зарабатывает деньги, просто у него ходит исторически и все это забирает, исходя из библейского понимания, ну, библии, так же, ну, например, Мартин Лютер... Подождите, пожалуйста, надо по частям учитываясь. Я на микрофон еще буду повторять вопрос. Я говорю, если человек использует Библию, да, и забирает деньги у других людей до учения. Допустим, Мартин Лютер призывал забирать деньги у евреев, там, убивать их... Сейчас по частям, спасибо. Если... Я... Вопрос такой, если человек использует Библию, чтобы забирать деньги у других людей, например, Мартин Лютер призывал забирать деньги у евреев. Так что, если человек использует Библию, чтобы брать или получить деньги у других людей, как Мартин Лютер призывал, что деньги должны быть получают от Библии. И вопрос? Вопрос. Вопрос, можно ли вы разговаривать? Нет. Вопрос, можно ли вы разговаривать? Что вы разговариваете? Да, это понятно. Потому что, для чего? Просто забирать деньги, не давая ничего в замену. А сейчас надо забирать деньги, используя битвы. Может, у нас может и нет, может, есть такие битвы. Я не знаю, что многие церкви, многие постановые, но возможно, многие церкви, многие постановые, но пожалуйста, будьте разумны и принимайте свои собственные решения. Когда у денег есть цель, и вы хотите поучаствовать в этой цели, конечно, вы даете свободно и в недрах. Но я правда думаю, что иногда идет манипуляция людьми. И пробуют собрать их деньги для каких-то иных целей. Но я думаю, что каждая церковь и каждая благотворительная организация должны иметь чувство подотчетности. И сделать себя настолько прозрачными, насколько это возможно. Ещё какие-то вопросы? Ещё такой вопрос. У нас сейчас на Украине очень интересная ситуация. Многие международные организации дают кредиты. Сейчас, секундочку. В Украине сейчас интересная ситуация. Многие международные организации дают кредиты. И они предлагают продвигать какие-то свои ценности. Либо, например, это в ЛГБД ценности. Повышение ценного газа. Ну то есть что-то предлагают. Повышение пенсионного срока. Лоббируют повышение пенсионного срока. Либо возраста. Повышение ценного газа. Но ещё как лезут ценности и остальные условия. Они поставили некоторые условия. У них можно сделать деньги, например, чтобы увеличить ручку, или выглазить вирусы, или выглазить ЛГБД. Поэтому почему они это делают? Почему они это делают? Как государство... Как этому противостоять, да? Как этому относиться. Как это может быть? Как это может быть? Как это может быть? Как это может быть? Попробую ответить. Но сейчас это бизнес-семинар. И я бы хотела поговорить об бизнесе, и обо всем типом политике, или международной политике, или что-то подобное. Но если вы отдалживаете деньги, это ваше решение. Это ваше решение. Поэтому не спрашивайте меня о мотивах людей, которые отдалживают вам деньги. Но вы должны задать себе вопрос, почему я занимаюсь деньги? Занимая деньги, мы становимся рабом, взаимодавцем. Об этом говорится в притчах. А я думаю, что мы, как крестьяне, мы призваны к свободе. Поэтому, будьте внимательны когда вы занимаетесь деньги, и становитесь должны кому-то. Я очень сильно рекомендую держаться подальше от долгов, и если есть какие-то долги, избавиться от них как можно быстрее. Потому что долги – это рабство. Потому что долги – это рабство. Не обвиняйте людей, которые дали вам финансы, либо деньги. Задайте вопрос себе, почему вы попали в эту ловушку? Как каждому человеку выплачивать долг, который берет государство? Он берет у государства? Нет. Это само государство берет кредитные долги. Как человек умеет лично заплатить долг государству и решить его проблемы? Как государство берет долг кредиты, и как человек обычный, может решить свой долг? А дать долг государству. Некоторые страны и государства имеют деньги, да? Да, это большой проблемой. И как христиан, что моя часть в обслуживании этого? Я не понимаю, вопрос. Как это относится? Потому что государство умеет долги перед местными кредитами. Gesellschaft будет谢谢 и ответ «Свеч Oliveira» Мы подожд aquela вопрос, что она cook時候 тем, что она не Lunchана. Это не та нести simultaneously. Спецеджинский финансов heeft OTHER главное чисто у меня буквально. Значит, если государство уб hijo много, Если государство берет деньги, то это их ответственности, не надо их ответственности принимать на себя. Это как бы не политика этого вопроса. Если responsible, Вопросы по бизнесу, экономике или что в другом? Здравствуйте. Вопрос такого плана. Хочу открыть счет в Европе, в банке. Личный счет. И другой бизнесмен мне сказал, что не стоит открывать счет в Европе, потому что ты не гражданин Европы. И тебя могут забрать эти деньги легко, и ты ничего уже потом не докажешь. Я хочу туда положить несколько десятков тысяч долларов и перевести эти деньги на товарную биржу в Америку. Моя цель – это поставить несколько десятков тысяч долларов и перевести их на товарную биржу в продукцию. Да, и мне сказали, что твой счет могут заморозить в любой момент и забрать твои деньги. Знаком ли он с подобными случаями, когда граждане, может быть, России, Украины, Белоруссии и вот этих вот этого блока стран? Я не знаю, но это окей. Ну, вопрос, да, не будет, да ладно. Окей. Ну, это просто, ну, надо знать тонкости законодательства, в данном случае, но государство, в данном случае, но граждане это знают. Пожалуйста, можете уточнить некоторые моменты, а не вся картина. Я даю вам введение, что деньги важны для процветания общества и общего блага. И что мы используем наши деньги и наши бизнесы для того, чтобы служить людям. И что богатство само по себе – это не цель. Я думаю, что очень важно действовать как бы с этой перспективы, с этой точки зрения. Когда мы фокусируемся только на приумножении, и хотим стать богатыми, то мы пытаемся сократить средства. Мы начинаем инвестировать в неправильные вещи. Мы начинаем инвести себя так, как не является здоровым и правильным. И я вижу, что многие христиане, которые все еще имеют эту цель, и пытаются найти короткий путь, и задают, заваливают пастора вопросами, как они все еще могут делать, потому что это их желание. Желание же это остается, поэтому так все равно можно к этому прийти. А, у них желание это есть, но им нужно как бы одобрение пастора. Но, фактически, они уже стали на неправильной культуре, потому что они живут в другом городе и в неправильной культуре. Но я думаю, что это очень важно, что вы всегда задавайте себя вопросом, почему я хочу сделать это? Какая в этом ценность для Бога? Какая в этом ценность для Бога? И как это поможет служить людям вокруг меня и моим личным ценам? И когда мы начнем думать, тебя на таком ключе, много вопросов будут сняты с повестками автоматически, потому что они уже не будут просто релевантны. И, может быть, когда одна вещь не возможно, вы должны сделать другую инвестицию. Я могу принять решение инвестировать в дилетство и автомобили. Но, когда это не может быть в сторону, которая не может быть возможной, потому что, для каких-то инвестиций, или что-то, я могу инвестиции в другую часть общества. Ну, тогда я поищу другую какую-то часть общества, которое я инвестирую. Imagine that the Jews in the Middle Ages in Phenicia and Florence, they were not allowed to do any craftsmanship. And they were pushed out of society and out of economy. But they only think what they could do, and they started to develop banking. And because their faith told them to be honest and always pay back, they became very trusted partners of the guys who were there, all the traders and all the prophets. And instead of that, the society pushed them out of the economy and out of society. They became, by the blessings of God, the rulers of governments and society, because they own the money. And they lent all kinds of things. And in that way, they got a position they had never had before. So, God can do very good things. And you think, well, I am pressed out of something. He can see that this eye opening a way for something else. So, we can also always be open for all kinds of opportunities. And not to be fixed on our own desires. And not to be fixed on our own desires. And then we can also be open for all kinds of desires. And not to be fixed on our own desires. Иосиф, что произошло с евреями, что они через некоторое время стали рабами в Египте? Почему так произошло, что евреи через какое-то время стали рабами? Какое отношение это имеет к нашей теме по бизнесу и экономике? Когда мы говорим о развитии бизнеса, в основном он тоже достиг какого-то уровня, причем большого уровня. То есть развитие, вложение денег, славы, власти. Но что такого происходит человеком, что человек потом за какое-то время все свои позиции теряет? Почему так происходит? Почему так происходит? В некотором периоде времени, люди tend to lose. То есть, например, Соломон и Матрия и Матрия и Матрия и Матрия. Не знаю. Иосиф 7 говорит, что правила Бога и мы не знаем о будущем. И мы не знаем, почему Бог позволяет что-то, что Бог позволяет что-то. Или что Бог позволяет что-то. Если вы уже впервые в Украине? Вы встречаетесь с людьми. И вы встретите с другими людьми. А если у вас решили оценить ситуацию в Украине, то предупреждать два-три совета украинцев. Экономическую ситуацию? Да, бизнесная. Вопрос такой, что бы Ваут рассказал, какой бы совет дал украинцам по поводу экономической ситуации? Бизнесменам в Украине, два-три совета, видя ситуацию. Вопрос такой, что бы Вы говорили в Украине? В какой плане Вы выбираете? Конечно, Вы можете дать три правила, которые с молодых правилами... ...телать вам, быть honest, быть интегритет или что-то. Вы как-то конкретное пытаетесь совет получить? Бывает, что у человека есть какая-то идея или перспектива, и он видит это... Я также думаю, что Вы должны сохранять этот уровень целостности, честности и доверия. Потому что доверие — это настоящая валюта торговли. Вы можете думать, что валюта торговли — это деньги. Но это не так. Никто не начинает делать бизнес тем, кому он не доверяет. И если Вы делаете так, Вы, извините, не очень разумны. Поэтому бизнесмены хотят узнать, придем ли мы к сотрудничеству. И если он будет хорошим конец этого предприятия. И Вы это знаете, если Вы можете доверять Вашему партнерам. И даже если Вам нужно сотрудничать с теми людьми, кто не очень честные... Они также хотят иметь какой-то этический кодекс. Они хотят знать, если инвестиция будет хорошо инвестирована, и если люди будут заплатить. Поэтому если Вы можете предложить доверие... Как Вы использовали в моем примере. Люди захотят иметь с Вами дело. Еще один пример. В семь лет назад в Китае. В одной общественной службе хотели иметь только христиан. Потому что руководитель понимал, что христиане не брали взяток и не были корруппированы. И это дало им трейдмарк о качестве. И при помощи этого доверия они стали получать места. И на самом деле сейчас это уже изменилось. Но в то время было реальное сотрудничество, и тот правитель на нем африки. И я думаю, что вызовы нас здесь владельцев бизнеса в Украине это стать синонимом качества и превосходства. Доверия. Чтобы люди думали, когда мы делаем бизнес с Вами. Они знают, что их деньги в порядке. Вы всегда говорите правильные вещи. Вы подотчетны. Вы отдадите самое лучшее, чтобы идти к результату хорошему. Вы работаете со всей силой и желанием. Чтобы послужить вашим покупателям, вашим сотрудникам и владельцам. Если вы делаете это на постоянной основе. Вы открываете новые возможности. Потому что каждый хочет делать бизнес с вами. Вы становитесь премьером Ролевой Магреби в обществе. Вы меняете положение вещей в обществе. Если люди начинают видеть, что вы можете делать бизнес в таком способе. И становитесь богатым. И благородливая общество. Я надеюсь, что они могут выжить нас. И они хотят вас копировать. В Южной Африке есть такое движение, которое называется Этика, от которой не стыдно. Сейчас они уже стали немного известны. И многие хотят бизнес с ними делать. Знаете, в сердце люди не такие уже и плохие. Потому что у них было плохое воспитание. Или они ослеплены какими-то неправильными вещами. Такими как власть или деньги. Но также они хотят заботиться о своей семье. И понимать, что хорошо и что плохо. И я был в бизнесе. И конечно в бизнесе вы не можете избежать плохих или злых людей. И я в свое время даже делал бизнес с парнем, который был не такой уже и этичен. Но он всегда хотел делать бизнес со мной. Он всегда хотел делать бизнес со мной. И он сказал, а, вы же друзья. Я тебе доверяю. Ты хороший парень. Давай делать бизнес. И с другими своими друзьями он говорил обо мне. И поскольку я был его другом. У него же появилась репутация, потому что сам по себе он не был таким уже. Но он мог бы сказать, а, Ваутер – это мой друг. И они знали, что я был друг или был в общественной семье. И это дало ему также какие-то кредиты. И он говорил, Ваутер – это мой друг. А я был хорошей моделью для общества. И поэтому это также приносило доверие этому парню. И хотя они вели себя плохо. То есть эти люди ведут себя плохо. Они хотят быть друзьями с тем, кто ведут себя хорошо. Знаете, все грешники в Новом Завете. Им нравилась компания Иисуса. И все грешники в нашем обществе. Они хотят почему-то избежать церкви и христиан. Что ж тогда неправильно в нашем собственном поведении? Мы судим других. Мы пресираем людей. Мы отвергаем людей. Мы отвергаем людей. Мы отвергаем людей. Мы думаем, что сами более святые, чем они. И мы думаем, что мы должны сохранять статус эксклюзивности. И мы думаем, что мы должны сохранять такой статус эксклюзивности. И в таком случае мы создаем маленькую пузырьку. Мы не связываемся с миром. Мы не говорим на языке. Мы не говорим на языке. Мы не влияем на них больше. Мы смотрим на нас как сектор. Реальные люди говорят о чем-то, что я не понимаю. Библия, какие-то духовные вещи. И я думаю, что мы должны быть светом и солим в общество. Реальное общество. Иисус говорит, что я не сужу. Я не пришел, чтобы судить. Я умер для всех грешностей. Поэтому судить не моя часть. Я сострадаю людям. Когда я вижу, что они делают что-то неправильное и это разрушает их жизнь, я хочу сохранить их. Это уже другой подход. Когда хотели забросать камнями женщину. И Иисус в это время сидел, писал на песке. И Он сказал, кто без греха, выкиньте в нее камень. А женщине сказал, иди и не греши больше. Это не осуждение, которое Он сказал. Это было сострадание. Пожалуйста, женщины. Не трать свою жизнь. Не отдавай свое тело как инструмент к мужчинам. Не отдавай Свое тело как инструмент к мужчинам. Не разрешай лить её еще. Измени свою жизнь. Что Иисусу не осудил их. Он сострадал ей. Что и wszystk determines из нее. Мы должны должны помочь с обеиха. Мы должны помочь с обеихлей. Мы должны помочь с comuns. Мы должны выйти с ними. и сказать, вы разрушаете общество. Мы должны сделать другую ролевую модель. Это наша роль в обществе. Это вот что должны делать бизнесмены в Украине. И тогда мы сможем достигнуть людей на рабочих местах. И не занимайтесь обсуждениями доктрины и всеми церковными обсуждениями. Просто живите жизнь Иисуса на рабочем местах. Это может быть хаос. Может быть не самое этичное и моральное место. Но Иисус оставил святые святые небесы чтобы становиться новыми на земле. И чтобы получать нашу мессу. И умирать за них. Именно. Но вы знаете, Иисус тоже покинул святые небеса чтобы прийти на нашу хаотичную землю и умер за нас, чтобы принести восстановление. Поэтому нам надо покинуть наши святые церкви и классные места и пойти в этот хаотичный мир и принести восстановление. И принести новую родевую модель в общество так же, как Иисус был примером человечности. И Господь назвал его настоящий человек. Человек превосходный. Тот, которым должен быть настоящий человек. И Господь так же говорит в Римлянам, что Я предназначил вас быть светом для других людей. По образу Иисуса. И это и есть призвание для вашей жизни. Чтобы вы могли на рабочем месте вести себя так, как Иисус вел бы. Не освобождая других. Освобождая людей. И спасая людей.